И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Перед началом просмотра, друзья, поддержите наш канал подпиской. Наша цель по-прежнему набрать 10 тысяч подписчиков до конца года. С вашей помощью у нас это получится, подписывайтесь. Ролики здесь выходят абсолютно каждый день. Ну а для тех, кто уже подписался, друзья, наша цель набрать 500 лайков. Спасибо за то, что ставите пальцы вверх, ну а мы начинаем. Великолепное боксерское шоу, которое провела Саудовская Аравия, позволило Дмитрию Биволу приблизиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 24 декабря состоялся поединок между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром. Изначально Биволу очень долго не могли подобрать соперника. Как говорил тренер Бивола Геннадий Машьянов, большинство соперников из десятки попросту отказывались выходить на ринг с Биволом. Принял приглашение только Линдон Артур, чемпион по версии Айвио. И вот что говорил о нем Бивол до боя. Не сказать, что он легенда, но я настраиваю себя на то, что это сильнейший боксер в мире. В поединке Линдон Артур удивить не сумел. Работал все 12 раундов только вторым номером. Моменты, когда у Линдона Артура была возможность перевести дух, подумать, как продолжать бой, длились не больше 5 секунд. В остальные разы Бивол обрушал на Линдона Артура свои фантастические комбинации. Бивол превосходил соперника во всем. Этот пример крутой техники можно было наблюдать, когда Артур полез в клинч и прижал Бивола к канатам. Но Дмитрий легким движением приподнял британца и развернулся на 180 градусов. В последующие моменты британец сам вынужденно прижимался к канатам, где всегда становился легкой целью для Дмитрия Бивола. В конечном итоге все трое судей отдали убедительную победу Биволу. Ни одного раунда Линдону Артуру забрать так и не удалось. Ну а кто же станет следующим соперником Дмитрия Бивола? Менеджер Дмитрия сообщил, что их сторона все документы подписала. Новой информации до середины января не будет. Генеральный директор RCC Boxing Герман Титов высказался о возможности проведения титульного боя за звание Абсолюта между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. «Сейчас ждем поединок Бетербиева в январе против Смита. Думаю, что Артур одержит победу. И надеюсь, что в середине года состоится объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира», — сказал Титов. «Ну а Дмитрий Бивол рассказал, какого соперника ему предложили в Саудовской Аравии. Удивляет ли меня, что говорят о моем бое с Джей Мапитайей? Удивляет ли меня о том, что говорят о моем бое с Джей Мапитайей? Я не удивлен, потому что в Саудовской Аравии мне хотели сделать этот бой. Но я сказал, что сначала хочу завершить свои дела в своей весовой категории. А потом можно сделать бой», — сказал Бивол. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был Бойцовский канал в ударе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.